Шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел без привала, шел вперед солдат. Это одна из победных песен Дмитрия Воробьева, пробное прослушивание на Дельфийские игры. Парень надеялся на победу, и все равно она стала неожиданностью. Золотая медаль в номинации «Эстрадный вокал». Признается, титул дался непросто. Вообще, это был очень интересный опыт, потому что подготовить 7 песен минимум, я подготовил 12, и не только я подготовил 12. То есть каждый участник подготовил просто сольную вокальную программу. Не только музыка, но и кулинария, дизайн, журналистика – около полусотни номинаций. Сотни участников собрались на конкурсе, чтобы проявить себя. Как оказалось, химчанину Дмитрию Воробьеву в вокале нет равных, что неудивительно – парень из музыкальной династии. Для родственников, вокальных педагогов были очевидны творческие способности ребенка, поэтому в школе искусств он закончил два отделения – фортепианное и театральное. Я его посадила за инструмент к себе на коленке, когда ему еще года не было. Пел он, наверное, раньше, чем начал говорить. Ну, не знаю, он вырос здесь. С музыкой и театром Дмитрий связан тесно. Он актер Московского театра-мюзикла. Рассказывает, золотая медаль Дорифийских игр, конечно, не пропуск в звездную жизнь, но имеет свою ценность. Я играю в театре, и то, что я выиграл золотую медаль, мне не дадут из-за этого роль какую-нибудь крупную, интересную. Нет, я все равно приду и буду проходить кастинг. Но вот этот опыт, который был, он позволит мне этот кастинг пройти лучше. К развитию музыкального слуха приложила руку и мама Дмитрия – Елена, профессиональный режиссер и вокалист. Она же усиленно занималась сыном перед эльфийскими играми. Так как он артист театра у меня уже, соответственно, мы выбирали время, когда с утра до репетиции, когда в ночи здесь, когда как. Ну, последние три недели перед конкурсом старались каждый день. В институте я очень многому тоже научился, но процентов 60 того, что я умею, и того, что заложено, я получил здесь. Дмитрий идет по стопам своих родственников и уже в столь юном возрасте начал преподавать. Каждую неделю ведет индивидуальные занятия. Почувствовал? Вот эта вот острота, стрельба, это все оставляет. И вот эта вот тягучая, тягучая жвачка, смола, которая вот здесь вот это все умнет, умнет. Сначала я занимался у Елены Леонидовны Широковой. Но после этого у меня произошла мутация голоса, и как-то уже стало, ну, неудобно, потому что не очень понимал, что вот мне говорят, так, Елена Леонидовна, ну, женщина. А вот поэтому я и еще несколько парней из нашего коллектива занимаемся у Дмитрия, потому что вот понимаем друг друга. Планы победителя Дельф не ограничиваются конкурсами. Дмитрий признается, что его мечта – это яркая актерская карьера, интересные роли в театре и кино. Дарья Молодикова, Николай Забродин, Дмитрий Бочаров для Химки ТВ.